всем привет и давайте начнем это видео с небольших покупок начнем с wildberries там были такие разномастные покупки первая покупка это ночная рубашка it's coffee time да она такая немножко детская наверное с мишкой но размеры взрослые да очень приятный материал на ощупь я заказывала себе три такие ночнушки на выбор на лето мне понравилось по качеству по материалу только вот это остальные были с примесью синтетики очень неприятные ну я в таких спать не смогла бы здесь стопроцентный хлопок российское производство стоило на 373 рубля я взяла себе побольше я люблю спать в очень свободных таких вещах 48 размер размерная сетка очень широкая по моему от 42 до 50 там какого-то размера я буду себе точно еще одну заказывать с другим рисунком подушка диванная такая декоративная тоже заказывала несколько штук но на ощупь вот это оказалось такая знаете самая какая-то приятная ткань стоила она 263 рубля размер здесь 40 на 40 такой стандартный до для диванной подушки так дальше решила я попробовать масляные духи они должны быть очень очень стойкие я взяла пробнички по 3 миллилитра бренд лимон тэй продает это все на wildberries я взяла сорбетто росса и green tea сорбетто росса стоил пробник 3 миллилитра 127 рублей и green tea 133 рубля почитала отзывы то многие пишут что это ароматы похожие на люкс ароматы линейки люкс чем-то да похоже это не не стопроцентная подделка но масляной духе никогда не пробовала мне очень интересно познакомиться пишут что просто феноменальная стойкость и вот такой как бы пробничек до малышку 3 миллилитра очень удобно будет сумочки с собой носить верни в моем крохотном рюкзачке пока не тестировала протестирую потом расскажу так что еще на wildberries вот такой спрей от browberg чистящие средства для всех видов экранов и оптики и монитор уже чистила и солнцезащитные очки протирала большой объем 200 миллилитров стоил всего 200 рублей в подарок шла еще классная тряпочка всего одна покупка в подружке давно хотела купить вот такой крем для тела от суперфуд манго и базилик но ближайшем ко мне магазине его не было вот в немного более отдаленном от меня я его наконец нашла 100 миллилитров со скидкой по карте 84 рубля делала небольшой заказ лекарств на сайте аптека ру и увидела мой любимый крем алле урбан крем для ног восстанавливающий 10 процентная мочевина крем с очень приятным нежным ароматом и отличный по действию стоил всего 70 рублей по такой цене я конечно взяла сразу два тюбика вот такие небольшие покупки коту по моему подушку уже понравилось а кис крыс да и ночнушка ничего ой а там шарик в общем до покупки мы с вами посмотрели отзыв на духи в каком-нибудь следующем видео оставлю покажу отдельно одну покупку с wildberries которая вызывает у меня некоторые сомнения у меня заканчивается вот такой солнцезащитный крем от корейского бренда label age с фактором защиты 50 в прошлом году я покупала за 400 рублей это сто процентов был оригинал прекрасно защищал от солнца в этом году у этого продавца крема не было я нашла у другого меня немного смутило что цена была тоже 400 рублей а в общем-то год прошел должны были товары уже прилично подорожать ну ладно и видите немного отличается упаковка здесь оранжевая здесь желтая ну может быть это производитель просто сделал упаковку другого цвета рискнула купила в комментариях не было информации что это подделка но правда было несколько комментариев что он не очень хорошо защищает посмотрим проверим по крайней мере по консистенции по аромату он точно такой же как этот но если вдруг я с ним обгорю ну значит подделка и придется покупать что-то другое не угадаешь такой мини совет для владельцев пожилых котиков ну или может быть привередливых котиков смотрю у меня последнее время кот стал не очень хорошо есть влажный корм знаете съедает вот этот суп кусочки оставляет как-то для него все это немного суховато что ли не знаю а я теперь когда выкладываю ему в миску влажный корм я добавляю буквально одну или полторы чайные ложки воды ну естественно это вода или кипяченая или отфильтрованная из питьевого крана и перемешиваю то есть корм становится еще более таким влажным и он его лучше ест ну вдруг у кого-то тоже старенькие котики и такой совет пригодится покажу вам серьги которые недавно покупала давайте вот так наверное как-нибудь повернусь видно сережку сейчас я волосы уберу покупала на wildberries это ювелирная бижутерия здесь идет гипоаллергенный сплав покрытие золото 585 проба ну конечно золото здесь тончайшие совсем покрытие и идет вот такой вот красивый розовый у меня розовый кристалл сваровски мне сережки нравятся как вам еще покупки в гипермаркете лента была обратила внимание во-первых вот на такой гель для душа от бренда аллея я вам уже показывала я в аптеке купила кремы для ног от этого бренда и решила попробовать гель для душа линейка эко ботаник гель шел по акции 144 рубля за хороший объем 300 миллилитров очень много было представлено ароматов я вам скажу честно я все там переоткрывала и понюхала я не могу купить гель без затеста потому что но если не понравится что с ним собственно делать единственный который понравился это лимон и шалфей мне он пахнет лимоном даже ой знаете такая не знаю какая то лимона лаймовая смесь шалфей я не чувствую хорошо я не любитель не любитель шалфей очень очень приятный аромат с удовольствием чуть попозже возьму в использование также обратила внимание вот на такую новинку ну по крайней мере там был стенд новинка было написано вот шварцкоп палет это у нас тонирующая пудра для мгновенного закрашивания корней волос и седины было представлено несколько оттенков был точно шатен русы еще какой-то и вот черный подходит для темных и черных оттенков написано хватает на 30 применений так что нам пишет производитель сделайте пробор нанесите пудру на корни легкими мазками и повторите ну соответственно вот такой как бы как пудра да такая в общем то закрашиваются корни для чего купила у меня седых волос очень очень мало я сейчас не каждый месяц крашу волосы я постриглась и у меня волосы короткие выглядят лучше чем длинные они имеют свой естественный блеск и знаете как-то и цвет стал мне больше нравится раньше на длинных волосах вот этот сероватый подтон был очень сильно виден на коротких его не так видно они кажутся более темными поэтому я реже крашу волосы краской соответственно если видна небольшая седина вот можно такой пудрой закрасить но у меня седых волосков буквально несколько штук если много наверное нет смысла покупать потому что видите здесь всего на 30 применений упаковка стоила по акции 290 1 или 292 рубля без акции она там вообще 300 с чем-то стоит я потом все это раскрою попробую оставлю вам отзывы в следующем кусочке видео но соответственно пройдет несколько дней я сниму следующий кусочек видео так и вот такая пудра интересная это уже из подружки рядом с ленты находится подружкой конечно я туда зашла бренд айскрим это китайская продукция но это китай такой хороший достаточно качественный яме сейчас попробую открыть одной рукой покажу вам видите как интересно эти румяна сделаны там такие мраморные было три оттенка я выбрала оттенок какой у нас здесь один бэри смузи тоже все протестирую потом вам уже подробно расскажу покажу так вот у меня рядом лежит чек сейчас скажу сколько стоили румяна со скидкой по моей карте я заплатила 252 рубля смотрите какая сладкая можно сказать парочка подушка мишка и котик да как уютно а вот тигрульку своего на кровать притащил но почему-то положил видите как-то в отдалении не знаю обычно рядом с собой его укладывает но сейчас изменил с мишкой вот так но с мишкой все равно очень очень уютно пишите как ваши котики любят спать ну что я уже все попробовала и давайте начнем с пудры для волос вот так выглядит кстати упаковочка очень маленькая да удобно взять с собой например вы куда-то едете знаете что там не будет возможности покрасить волосы но вот как экстренный вариант вполне можно использовать губка да у меня такая уже грязненькая потому что я этой пудрой воспользовалась причем воспользовалась даже в двух вариантах я вам сейчас все расскажу начнем с плюсов использования именно для волос действительно закрасила седые волоски но седины немного если у вас большой процент седины наверное не получится такой пудры воспользоваться а вечером я все удачно смыла обычным шампунем смылась без проблем минус который могу отметить ну как любая пудра средство достаточно такое пыльное и при нанесении на волосы я напылила и у меня немного села на лоб пришлось пройтись мицеллярной водой а так в общем то никаких нареканий нет еще пришла мне идея попробовать использовать для бровей у меня цвет бровей совпадает с цветом волос и брови черные волосы черные я взяла кисть для бровей и аккуратно нанесла на брови вы знаете в этом варианте мне понравилось фактически это как тени для бровей брови были прокрашены причем прокрашены не только сами волоски но и такие как бы лысоватые до пространства где не хватает волосков там тоже эта пудра все заполнила смотрится достаточно естественно красиво и сверху просто зафиксировала гелем для бровей поэтому я вполне покупкой довольна я думаю буду и для волос и для бровей пользоваться и также я уже использовала румяна я их вначале случайно назвала пудрой нет конечно же это румяна красивый оттенок я покажу вам сейчас свочь набирать буду кисточкой я не очень понимаю когда свочи делают пальцами но все-таки мы с вами пальцами да не красим по крайней мере румяном и точно пальцами не наносим давайте нанесу на какую-нибудь светлую часть руки чтобы их было видно потому что румяна очень очень деликатная вот видите вот легкий легкий такой розоватый оттенок наилегчайший я бы сказала но у меня кожа светлая такая бледная поэтому мне этот оттенок вполне подошел можно наслаивать не знаю будет ли вам видно вот в принципе можно понять да здесь рука белая здесь такой легкий легкий румянец на руке присутствует ну конечно на щеках все это выглядит немного по-другому более наверное ярко более заметно мне оттенок подошел если вы светленькая если вы белокожая вам этот оттенок подойдет если у вас такая темноватая не знаю смугловатая кожа наверное эти румяна на вас видны не будут а я покупкой довольна так что все попробовала обо всем вам рассказала я пару дней уже пользуюсь вот этой парфюмерии которая вам показывала в начале видео масляные духи здесь аромат действительно зеленый чай и сорбета роса это аромат арбуза духи приятные ароматы такие очень летние в комментариях некоторые писали что это подделка под какие-то известные бренды но вы знаете зеленый чай очень много ароматов они похожи между собой ничего не могу сказать а вот с арбузным ароматом никогда не сталкивалась и на удивление он мне очень даже понравился стойкость отличная на моей коже примерно четыре даже может быть пять часов а на вещах не знаю там на белье вообще несколько дней аромат держится я думаю может быть что-то еще даже закажу ради интереса попробовать до того как у нас появился кот я была уверена что кот и кошки это такие знаете супер независимые животные проводят время не знаю там в квартире самостоятельно подходят попить поесть иногда поиграться но вот у меня кот я его называю мой хвостик он по квартире за мной ходит вообще если мы с мужем сидим в какой-то комнате значит и он в этой комнате переходим в другую он за нами и очень часто просто вот залезает на ручки погладиться пообниматься помурчать я не знаю это все коты такие или мне достался вот такой супер ласковый экземпляр при этом и покусаться он тоже любит да то есть кусь сделать это вот запросто но вообще котик такой ласковый приласковый и в конце видео хочу оставить отзыв вот на такой гель бальзам с экстрактом пиявки конского каштана и троксирутином для снятия напряжения ног 0 3 серия я покупала на аптечном сайте но я видела такой гель и просто в косметических магазинах он охлаждающий должен тонизировать улучшать внешний вид и снимать усталость вы знаете мне не понравился охлаждение от него какое-то совсем минимальное тонизирование я тоже не заметила в общем что нанесла его на ноги что не нанесла разницы особой нету ну чуть-чуть да может быть на очень короткое время охлаждает больше ничего не знаю по крайней мере на моих ногах он не работает какой-то никакой поэтому отзыв отрицательный честно говоря не рекомендую но если пользовались и у вас какое-то другое мнение о нем сформировалась обязательно напишите в комментариях а я на этом буду прощаться всем пока